Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня у нас будет урок с Котеля, со стены плача. Сейчас уже это больше название Котель. Котель это переводится стена. Почему называли стена плача? Что раньше здесь евреи в основном плакали, а сейчас вы видите, что в основном евреи здесь радуются. То есть уже большая часть, видите, очень все радостные молятся, радуются. Доброе утро! Всем шалом! И чтобы был шалом на всем мире, это самое главное, потому что когда есть шалом, так все радуются. Когда нет шалома, так все остальное не работает и не нужно. Поэтому все, мы молимся, чтобы был шалом, чтобы установился, чтобы закончились военные действия. И перешли разбираться, договариваться, разбираться. Потому что, ну смысл, сейчас все страдают. Все люди воюют, страдают. Уже 5,5 миллионов беженцев, да, это люди с травмами, которые просто вынуждены. Ну страшное дело. Поэтому мы все молимся, чтобы наступил мир. Он наступит по-любому. То есть мы знаем историю человечества. Все войны заканчивались. И наступал мир после них, да. Поэтому эта война тоже закончится. Это факт. А мы делаем сейчас все, чтобы внутри каждый сам себя выстроил так, чтобы и сейчас, и потом, чтобы было максимум добра и света. Значит, сегодня первый день недели. Первый день недели мы говорим шавуатов. И сегодня рожьходыш. Рожьходыш месяца Ияр. Значит, наступает сейчас месяц Ияр, да. Это второй месяц года. То есть первый месяц года был Ниссан. И в этом месяце в Ниссан был Пейсах, да. Это была кульминация. Еще раз напоминаю, что месяц начинается, когда Луна, появляется новая Луна. Как зарождается новая Луна. Вот не было. Была большая Луна, потом она стала маленькой. Потом она, Луна, исчезла. И оп, появляется новая Луна. И это называется рожьходыш. Начало месяца. Голова месяца. И с каждым днем сейчас Луна начнет расти. Начнет она расти, расти, расти. И к 15-му дню месяца Луна становится полнолуния. Полная Луна. И потом она опять начинает уменьшаться. И это метафора всей нашей жизни. Человек точно так же появляется в этот мир. Достигает зрелости. Достигает момента своего зрелости. Я думаю, это 40 лет. 40 лет это такая уже зрелость-зрелость. Говорят, что в 40 лет у человека появляется бина. Бина это понимание. В 40 лет появляется бина. В 50 он уже может советовать. То есть вот эти 10 лет от 40 до 50. Мне сейчас 48, будет 49. Вот скоро это идет понимание. Я вижу, как я с каждым днем все глубже-глубже начинаю понимать жизнь. Уже есть опыт. Уже есть понимание. Почти больше, чем пол жизненного пути пройдено. И значит, с 50 начнутся хорошие советы. Так что вы еще годик подождите. Годик мы вместе поучимся. А уже через год примерно начну советы давать. Хорошие начнут давать советы. Значит, месяц Ияр. Давайте чуть на эту тему поговорим сегодня. Месяц Ияр, он второй месяц. Если был Песах, это месяц называется Ниссан на иврите. Ниссан это Ниссим. Это чудеса. Это такой прорыв, духовный прорыв. Новая вообще. Бах. Весна. Значит, с нуля мы как бы стартуем вперед. То месяц Ияр, месяц Ияр. Это месяц, когда в нем нет ни одного праздника. Что интересно. Нет ни одного праздника, но каждый день мы выполняем заповедь истории «Считать дни Омара». И вот мы считаем каждый день дни Омара. Каждый день мы считаем и работаем. Целый месяц, такой месяц работаем. Это даже видно по знакам Зодиака. Да, если, да, Ниссан это Овин. Это такой баран. Такой баран очень. Быстрый такой баранчик. А Ияр это телец. И телец это бык. Он работает. Такой месяц работает. Работа над своими качествами. Работа над своим, прежде всего над своими качествами. Потому что, в принципе, вся жизнь человека, это и есть работа над качествами. И вот мы, если вышли на свободу, я, например, по себе чувствую, что я вышел в каких-то вещах, в песок на свободу из старых ограничений своих. Но теперь месяц Ияр надо это закрепить. Каждый день мы закрепляем какие-то качества. И сегодня книга, сегодня книга, которую мы изучаем, небеса на земле, она называется, она говорит очень интересный такой отрывок о том, как человеку войти в состояние воодушевления. Как человеку войти в состояние радости и веселья, в котором мы должны быть. То есть человек должен быть, он в этом состоянии продуктивный, он в этом состоянии живет по-настоящему. Посмотрите, насколько хорошо быть в состоянии радости. Если ты в состоянии радости, то тебе радостно. Но это вообще, это выигрыш, люди живут ради радости. Потом, если ты в радости, ты можешь принести радость другим. А если ты приносишь радость другим, люди за это тебя очень любят, потому что ты даешь им то, что они ищут. Если ты в радости, у тебя есть божественное присутствие. Говорят, что шхина, божественное присутствие, есть только в меток, симха, только в состоянии радости. То есть у тебя с Богом все отлично, с собой все отлично и с людьми все отлично. Радость. Значит, мы должны быть в радости. А как быть в радости? Вот это вопрос, который сегодня обсуждается в книге «Небеса на земле». И там нам дается очень совет такой, да, чтобы была рефуа шлама. Я в конце, в конце мы за всех помолимся. А сейчас давайте еще раз. Для того, чтобы быть в радости, нужно… Первое, надо понять, что нужно быть в радости, что это является главной целью всего в жизни человека – прийти к состоянию, внутреннему эмоциональному состоянию постоянной радости, которая сигнализирует, что ты выстроил свою жизнь правильно. Если ты в радости, значит, ты живешь правильно. Если ты не в радости, значит, ты живешь неправильно. Это факт. Но бывают моменты, когда надо побыть не в радости, скорбь. Бывают моменты скорби. Бывает время в году, когда мы уменьшаем в радости. Это все бывает. Но это мы делаем, когда Всевышний, когда нам Всевышний сказал, что вот… Или там мудрецы, пророки сказали, что сейчас надо скорбить. Девятого ава, когда был разрушен и первый, и второй Иерусалимский храм. Мы скорбим, мы плачем в этот день. Поэтому и названа эта стена «Стена плача». Но это день в году. Девятое ава – это день в году. Все остальное время надо быть в радости. Теперь как? Книга «Небеса на земле» нам дает такой совет. Она говорит так. Эмоции, они не под контролем человека. Это да. Но мысли под контролем человека. Человек может управлять своими мыслями и думать то, что он себе поставит целью думать. Он может это думать. Действия. Вот я могу рукой пошевелить. Могу улыбнуться. Могу сильнее улыбнуться. Могу глазами подергать. Ну, поморгать. Значит, действия тоже в силах человека. Да, он управляет ими. Значит, эмоциями человек не управляет. Мыслями он, да, управляет. Действиями он, да, управляет. Получается, что если я буду управлять своими мыслями и действиями, и буду их направлять в сторону радости, тогда, тогда придет состояние радости. Прямо книга эта пишет, что радость придет обязательно. Теперь давайте посмотрим, какие мысли вызывают радость. Прежде всего вызывают радость мысли благодарность Всевышнему. Прямо можно и нужно находить, за что благодарить, и благодарить, благодарить, благодарить. Прямо я читаю эту книжку «Сад благодарности» Раф Шаломаруша, и отлично, отлично, прям он четко объясняет, где, когда, за что благодарить. Медитация помогает взять контроль над умом, но если вы даете себе задание конкретно благодарить за все, что у вас есть, без остановки, эта мысль благодарности вызывает потом эмоцию радости. Действия. Какие действия вызывают радость? Улыбка и действия, когда ты приносишь радость другим людям. Одному помог, другому помог, тут сделал, там просто стульчик подвинул, сказал кому-то доброе слово. Кстати, третье, что пишет эта книга, вот у меня внутри все время такой был сейчас, внутри такой звоночек, там было еще что-то, там было еще что-то, кроме мыслей и действий. Да, там были слова. Слова тоже под нашим контролем, мы можем выбирать, что сказать и что произнести. Поэтому, если мы внутри думаем мысли благодарности, произносим слова благодарности, говорим людям хорошие и добрые вещи, то в этот момент мы, управляя своими словами, управляя своими мыслями и управляя своими действиями, мы можем у себя вызвать состояние радости. Это был совет первой из книги «Небеса на земле», который мы можем легко-легко использовать, прямо конкретно на практике. Благодарить, говорить добрые слова друг другу, делать добрые дела друг другу себе и действия улыбаться. Улыбайтесь, как говорил в фильме «Обыкновенное чудо» один из персонажей, что улыбайтесь. Все самые страшные вещи на земле делаются серьезными лицами. Действительно, вот эти вот люди, которые развязывают войны, они очень серьезными лицами. А люди, которые делают добрые дела, они обычно улыбаются, они радостные. Обратите внимание на это расхождение. Хорошо, теперь начали мы сегодня читать недельную главу «Эмор» в Израиле. И эта глава, она посвящена начала главы священникам. Говорится священнику, что он не может себя, он, предыдущая глава была «Будьте святы, мы все должны быть святыми». Святой – это отделенный от будничного, отделенный от животного, от материального в себе. Это святой. Теперь, если, если всем нам говорится «Будьте святы», то священникам говорится, что вы будете святы, святы, еще больше святы. И на них накладывается еще больше ограничений. Смотрите, как удивительно. Чтобы стать святым и приблизиться ко Всевышнему, который святой, который кадош, мы должны отделиться от тех вещей, которые ведут нас в другом направлении. И самое главное, то, что нас ведет в направлении в другом от Всевышнего, Всевышний сделал две вещи, которые нам необходимы. Представляете? Первая вещь – это питание. Мы должны есть, человек должен есть, чтобы жить. И тут Всевышний нам наложил много ограничений. Сказал – это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. То есть то, что дает тебе жизнь, ты должен в этом ограничить себя. И через это ограничение ты становишься святой. И второе – он нам дал инстинкт размножения. Размножение – это чтобы был род на земле, чтобы люди были, чтобы жизнь продолжалась. И здесь тоже он нам сказал – только с женой, только разрешенно, то, что освященный брак и так далее. То есть две вещи, которые необходимы – питание и размножение. Всевышний через них, то есть эти две вещи он в нас как бы впечатал. Мы не можем без этого. Это две вещи, которыми люди практически все занимаются. Но он нам сказал, как этим заниматься, чтобы стать святыми. Очень интересное такое у меня было в этот шаббат наблюдение. Так что священники, которые еще ближе ко Всевышнему, еще более святые, на них наложено намного больше ограничений, чем на простых, обычных людей. Значит, в общем-то, все. Сегодня был у меня еще один вопрос. Одна женщина спрашивала, просила, она говорит, где лучше молиться. Вот она говорит, я, как раз эта женщина была христианка, и она поехала куда-то, ну, беженец. И она говорит, я не знаю, куда мне идти молиться, та церковь, куда я ходила, а здесь нет, а куда мне идти? Я ей ответил такой ответ, который, мне кажется, полезен для каждого из нас. Где молиться? Вот сейчас я на котеле молюсь, да, стена плача. Но самое такое близкое ко Всевышнему место в современном мире – это природа. Там, где Бог создал, это как бы без участия человека. Речка, лес, какая-то дикая природа, когда есть только Всевышний, который отражается в каждой травинке. Я ей посоветовал идти на природу молиться, да, идти туда, где нет людей вообще. И там у тебя есть большая тишина, и там разговаривать со Всевышним, говорить с Ним, благодарить Его, просить Его. Значит, может быть, у кого-то тайная комната, но я считаю, что на природе вот связь со Всевышним, она очень такая прямая, потому что Он создатель гор, создатель, как Якова Вину в псалмах, Он говорил, царь Давид в псалме, но говорят, что это говорил Якова Вину. Он говорил, он говорил, «Исай най-ла-арим», он говорит, «Подниму глаза гора, ман-ня вой-зри». То есть он, все вот великие праотцы, да, предки, там, пророки, многие из них были, многие из них были пастухами, да, вот Сергей Розановский, он дома строит, например, да, или строительством занимается. А они пастухи были, они с овечками сидели где-то на пастбище, в горах, и вот там связь с Богом самая близкая. Овечки, природа, можно даже без овечек, и, значит, там, там лучше всего молиться. Все, дорогие друзья, значит, ну, сегодня, так как нам повезло, что мы можем посмотреть на то место, где когда-то был храм, вот на этой горе, за этой стеной когда-то стоял первый Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм, и мы можем сейчас здесь помолиться. Сегодня Рошходыш, видите, очень много людей пришло молиться на Рошходыш, и, значит, мы сейчас тоже будем здесь молиться, будем здесь молиться. Видите, приезжают такие интересные люди со всего мира сюда молиться, вот такой человек, видите, похож на индейца, вот он тоже что-то снимает видео сейчас, похож на индейца. Вот люди молятся. Вот так, это женская сторона там, там женская сторона, видите, женщины отдельно молятся, чтобы не отвлекать мужчин. Некоторые на забор залезли, видите, смотрят, как мужчины молятся. Хорошо, сейчас не буду вам мешать, не буду вам мешать, можно помолиться. Я сейчас минут на пять тогда оставляю, чтобы можно было помолиться. И, значит, вытаскиваю микрофон. Всем вам хорошего месяца, хорошего месяца. Сейчас очень классное время, очень классное время сейчас помолиться в начале месяца, чтобы это был хороший месяц, хороший год. Я поддерживаю все ваши молитвы, чтобы все, кому нужно выздоровление, выздоровели, чтобы все, кому нужно благополучие, получили деньги, чтобы все, кому нужно, чтобы их близкие были здоровы и счастливы, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Я поддерживаю ваши молитвы, чтобы все, о чем хорошем, вы просите у Всевышнего, чтобы он вам дал с Божьей помощью. Все, я отключаю микрофон и через 5 минут выключу трансляцию. Все, всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца, хорошего года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добра 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 уже месяц